Благодарю вас еще раз за приглашение на эту конференцию, снова организованную так интересно, судя по предшествующим докладам. Этим подтверждается факт, что существует сообщество людей во всем мире, которые размышляют о том, как создать лучшее будущее для всех народов мира. Сегодня я хотел бы рассмотреть вопросы Европы. Ясно ведь, что не все идет ладно на нашем континенте. Ясно, что происходящее связано не только с политическим уровнем, не только с событиями в Германии, с отсутствием правительства в результате выборов. Это не порядок, но есть к тому же и ситуация на макроэкономическом уровне. Евросоюз, кроме того, не в состоянии заняться важнейшими задачами. Первое из них – это наиболее часто обсуждаемый финансово-экономический кризис, который еще тлеет в наших странах. Второе – проблема международной безопасности и все связанное с терроризмом. В-третьих, это проблема управления миграционными потоками, которые влияют на целый ряд стран, особенности на мою родную страну Италию. Мы, наше географическое положение заставляет нас быть мостом между Средиземноморьем и Европой остальной. Мы обязаны заняться вопросами риторики европейского истеблишмента за последние 20 лет. Нам говорили, что нет альтернативы Евросоюзу, что Евросоюз – это политическая инфраструктура, которая сохранится в будущем. Мы должны опрокинуть эту риторику. Это сверхгосударство. Но Европа не в состоянии решать свои задачи, не может создать лучшие условия для европейских народов. И обещания, которые европейские политики давали своим людям, не выполняются. В особенности те, которые были даны по завершении холодной войны. Наступило время для нового европейского политического класса. Задуматься над тем, что могло бы явиться проектом Европы, который мог бы взяться за преобразование Евросоюза. Мы и я лично занимаемся вопросами в Европарламенте. Мы пытаемся выставить оппозицию этой болтовне об отсутствии альтернатив. Постараюсь прояснить один важнейший пункт. Европейские элиты пытаются использовать Европейский Союз как ярлык. Как нечто, что охватывает всю Европу. По моему мнению, это не так. Евросоюз и Европа – это две абсолютно разные вещи. Европа – это географическая и историческая концепция, которая состоит из множества стран. Евросоюз – это политическая инфраструктура, политические рамки, созданные в 1957 году. И существует ничтожно малое время в сравнении с Европой как таковой. Европейский Союз – это много, да, действительно, но далеко не все. Сегодня Евросоюз не только не в состоянии заняться задачами континента. Больше того, политика Евросоюза усугубляет эти проблемы. Политика и те законодательные меры, которые Евросоюз последние 20 лет внедрял, создают асимметрию, разлад между странами, которые входят в этот союз. Больше того, внутри тех народов, внутри стран-членов, ярким примером является Германия. Беднота, таким образом, большинство населения оказались под отрицательным воздействием европейского законодательства. Таким образом, возникает разлад не только между Южной и Северной Европой, но и, как я отметил, в ядровых европейских странах Германии, Нидерландах, скандинавских странах. Политическая ситуация в них всех подтверждает такое положение. Германский народ решил не поддерживать больше установившиеся партийные системы под руководством Меркель. Напротив, он решил поддержать так называемых евроскептиков, как крайне правых, так и крайне левых. Поддержка, которую получила альтернатива для Германии, но наряду с ними и Свободная Демократическая Партия, показала, что избиратели той самой страны, которая больше всего выиграла от Европейского Союза в настоящее время, подвергают сомнению этот проект, поскольку проект и нормативные документы ЕС ухудшают положение народа. Безработица высоко, денежные перечисления из более богатых регионов в более бедные трудно переносить. Положение в других странах еще хуже, например, Италия. У нас до сих пор преобладают проблемы с безработицей среди молодежи до 40%. Общая цифра безработицы стабилизировалась на уровне 11-12%, и ведь это тоже неприемлемо. Трудовой рынок также подвергается потрясениям в этом смысле положение Италии наиболее сложное. 30% находятся под особым напряжением, между тем, как политика Евросоюза и Еврозоны этими проблемами не занимаются. Наоборот, они усиливают расхождение между странами. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, связана с нашей денежно-финансовой банковской системой. В Евросоюзе идут дебаты о будущности наших финансовых институтов. После кризиса 2008 года и после суверенного кризиса 2010 года европейские институты приняли решение создать новую систему регулирования банковского сектора в еврозоне. Эта масса законодательных актов была названа «Банковский союз». Он имеет три столпа. Первая – общая система надзора над крупнейшими финансовыми институтами Евросоюза. Второй столб – механизм по вмешательству в хозяйство банков в ходе базисного кризиса, это, чтобы спасать банки, крупнейшие банки системные, при угрозе краха. Третий столб – это тот, который мы с ним не согласны. Общая система банковская для всей Европы. Всем ясно, что существующая система не работает нормально. Ее задача ведь была в создании долгов. Между тем, ничего не делалось для создания инструментов по преодолению и предупреждению причин финансовых кризисов. Эта нормативно-документационная система создала неравенство в финансовом секторе внутри Евросоюза. не только налогоплательщик должен отвечать по обязательствам несостоятельных системных банков, но и вкладчики сбережений и простые люди страдают через токсичные активы, деривативы, вынуждаются участвовать в выкупе системных банков. Европейские политики в 2012 году согласились на том, что Банковский Союз больше не будет пользоваться деньгами налогоплательщиков, чтобы выручать системные банки. В действительности произошло за эти три года совсем иное. Свыше десяти банков были спасены. не только налогоплательщики должны были залезать в кошелек ради этих задач. даже простые люди через финансовые продукты были принуждены в этом участвовать. В Италии возникло две важнейших проблемы в банковской системе. Спасение банка одного из старейших в мире был создан в конце 15-го столетия. Действовал с тех пор не только в Италии, но и по всей Европе. Наряду с этим возник вопрос о трех региональных банках, которые при этом находились в наиболее промышленно развитых регионах Италии. Банка Популяра Девиченца и еще один. Их снабдили ликвидностью. Цена этого решения была очень высокой. Свыше 20 миллиардов евро денег налогоплательщиков пошли на спасение этих банков. Более 15 миллиардов пришлось выдать акционерам на цели спасения. Разумеется, такие меры не могут быть эффективными в деле стабилизации нашей банковской системы и нацеливание ее на поддержку реальной экономики, инфраструктурных проектов, на обеспечение поддержки европейских граждан и предпринимательской деятельности. Нам нужна другая система. Главный вопрос, над которым мы работаем, очень важный для будущего Европы, таков, является ли Евросоюз лучшим, лучшей, наилучшей площадкой для таких задач. Есть целый ряд важнейших вопросов, которые должны быть решены для еврограждан. Оглянемся на прошедшие 20 лет. По моему опыту, за последние 4 года Европейские институты ничего не сделали для этого. Евросоюз сейчас препятствует государством-членам и правительствам заниматься проблемами как таковыми. Еврограждане остаются за забором. Что мы хотели бы сделать, чтобы решать такие вопросы? Евросоюз несостоятелен. Свой провал они пытаются оправдать, продолжая эту неудачную линию. Мы собираемся создать новую институциональную систему, начиная с ядра европейской демократии членства в Союзе. Мы должны вернуть власть членам, чтобы они могли сами определять свою монетарную политику, сами могли определять нужный инструментарий финансовой политики. То, что есть, не помогает и не будет помогать и не поможет. 19 разных стран, у которых 19 разных экономических циклов не могут управляться эффективно в существующей системе. Тем более, что эта политика, например, в Германии сугубо приспособительна. В Италии совсем иные задачи и другие пути их решения. Мы согласны в том, на этом я заканчиваю, что государственные бюджеты, правила их ведения мешают национальным государствам подкреплять их экономику. И это не только в Италии, но даже в Германии. Общественные инвестиции в Германии до сих пор не восстановились со времен экономического кризиса. Нам необходимы новые финансовые нормативные акты для Европы, для Евросоюза. Необходимо сетевую Европу, которая явится мостом между развивающимися странами Азии, которые приближаются к элитному клубу и Соединенными Штатами. Вот в чем может состоять роль Европы. Евросоюз же в настоящее время в противостоянии России и с созданием нового оборонительного союза, с нагромождением военной силы на российских границах, с провокациями со стороны Европы, создаст напряженную и очень напряженную обстановку. Мы хотим вернуть суверенитет странам, мы хотим вернуть власть государством-членам не только финансовую власть и внутреннюю политику, но и дипломатию, и мы намерены координировать все европейские суверенные страны, чтобы создать более творческий политический сценарий для Европы и наших исторических партнеров, в том числе за пределами Европы. Я имею ввиду Россию, Европу, Иран, Турцию, Китай, африканские страны, в том числе Египет и множество других стран, которым предстоит сыграть важную роль в создании взаимовыгодной ситуации, выгодной не только для Италии, не только для европейских народов, но для народов всего мира, чтобы построить общество, возможности, в том числе для Африки, чтобы остановить миграционные потоки из Африки в Европу. Благодарю вас за ваше внимание. Спасибо.